Слушай, кстати, вот в контексте транзита еще одной интересной новости хочу поделиться со зрителями, ну ты-то об этом знаешь, значит, сообщает РИО новости нам, что вчерась на Медне-Давиче депутат Дмитрий Вяткин, тот самый знаменитый, внес законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету почему-то вот именно в интернете. Штраф до миллиона рублей предусматривается, либо лишение свободы до двух лет. 128-я статья, часть 1-я УК РФ. Правительство РФ проект поддержало, Верховный суд в своем заключении отметил, что усиление ответственности концептуальных возражений не вызывает. Дмитрий Валерь, чувак, мало-то двушка. За клевету-то надо, мне кажется. Саш, ты хочешь себе... По десятке, граждане, вам по десятке, как говорил Глеб Шехлов. Чё-чё-чё-чё завод теперь-то я не пойму. Нам срок, нам хочешь, нам срок накрутить. Я не... Не, не, я... Знаешь, меня всё дома устраивает. Вот. Ты хотела, ты сидишь на фоне кирпичной стены. Ну да, но это не расстрельная стена, видишь, не видно выщерблено от пули, там кровавого... Как выщерблено есть, но, может быть, ты уже закрасил кровавые подсельки тоже. Слушай, ну правда, это же ведь в контексте транзита новость абсолютно. Ну, естественно, надо закручивать гайки любой информационный... Любая информационная альтернатива должна максимально жёстко вырезаться. Как... Что... Что сказать нашим собратьям, ютуберам, что будет ближайшее... Что будет с правоприменительной практикой? Ну, знаешь, как сказал один герой России, работайте, братья. Правда, я физически вам тоже могу это сказать. Вы являетесь... Каждый по-своему, вы средство массы информации. Вы... Ну, то есть, я искренне считаю, что, например, youtube легко уничтожить, как не покажется странно. Я фу. Вчера мы в этом убедились, кстати. Да, 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 да. Слушай, а какая паника возникла. Всего-то час не было гугла. Паникой, да. У меня телефон вскипел просто. Просто вскипел. Да, он не наблюдает, что сегодня там нормально начали ролики просматриваться. Я вот с Сашей за кадром, я не знаю, он записал, ты мне записал, но я повторюсь это в кадр. Значит, дело все в том, что как работает вообще европейская или американская система безопасности и вообще реагирования на угрозы. Значит, их подход, он очень простой. Поэтому можете узнать по бытовым таким вещам. Если где-нибудь начинает бузить в Америке человек просто кричать, то просто вызывается полиция. Полиция приедет, скорее всего заберет фоколоток, проведет какую-нибудь профилактическую беседу, там может не выпишет штраф, но поставит маленькую галочку напротив твоей фамилии. Многие наши не понимают, то есть они говорят, ну а что тут произошло, не надо с этим там связываться, ну мелочевка и все. А на мой взгляд, я могу сказать, я объясню, это очень важный элемент реагирования. Когда гражданин нетерпим, там, условно говоря, нецензурной брани на улице, и нетерпима становится вся система. Крайне важно вызывать в этом случае не разбираться этого, хулигана не бить, потому что в данном случае вы переходите на ту же грань, а именно вызывать полицию. Ну, кстати, у меня тут в подъезде точно такая же была ситуация, там у нас житель решил поматериться и потолкать меня. Ну, там, его... Что-то плохая идея материться и толкать тебя, я не знаю. Да, 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 ну... Он был не в адекватном состоянии, да? Ну, он был просто тупо пьяный, там, слава богу, есть свидетели, и я вызвал полицию, я съездил, написал заявление, а приехавший там некоторый персонаж говорит, а чего вызвали полицию, ведь ничего не произошло. Я говорю, ребятки, милые, мои хорошие. Вот у меня несовершеннолетние дети живут в этом доме, я этого персонажа, эту плинчужку вижу каждый день. И мне, простите, дождаться, когда у меня будут ножевые ранения, или этот алкаш, ну, я-то здоровый мужик, я, естественно, он попробует что-нибудь достать или меня там ударить именно сильно, а не толкнуть меня там несколько раз в грудь, что тоже недопустимо, потому что это зона моей личной границы. Я, чтобы дождаться, пока там моя двухлетняя дочь пострадает, что ли? Ну, что, балдень? Я буду вызывать полицию, как только будет именно каждый. И эта задача полиции на это реагировать. Но у нас полиция так не работает. Она же вот, она, то есть, вот убьют, приходите. И это с самого верха транслируется. Вот помнишь, что сказал Владимир Владимирович на, вот, на СПЧ на последнем. Ну, Навальный же не умер. Ну, конечно. Но это ровно, это ровно то же самое, Дмитрий Валерьевич. Именно то же самое. А это и есть создание гражданского общества, не проходить мимо такого. Потому что многие, вот, я сейчас перекину такой мостик, любимый, для, но вы хотите, как на Украине? Вы когда говорите о правом секторе, я хочу вам всем напомнить. Правый сектор, который является очень националистическим, это были болельщики. И если вы думаете, откуда же появляются Гитлеры, Геббельсы, появляются вообще упыри, это мы их выращиваем с вами. Нашим равнодушием, нашим прохождением мимо, вот, ну, а чего такого? Ребятки, это чего такого? Вот Геббельсы и Гитлеры появляются из очень приличных семей. Именно по причине того, что мы, как общество, не реагируем на такие проявления неуважения к себе, к обществу в целом и в частности. И мы воспитываем полицию, что полиция, ну, да, но это же надо ехать. Я могу сказать, что, да, для меня был выбор, очень непростой выбор. Я укладывал дочь, на которой привыкла засыпать со мной. Да, я приехал домой потом в первом часу ночи. Ну, это и есть ваша работа, когда многие, кстати, говорят, а чего делать, вот там вынос на баррикады. Я никогда, кстати, никого на баррикады не зову. Я вам показываю примитивные, примитивнейшие примеры просто вашей гражданской активности, не своей. Слушай, а давай рассудим вот с барыжьей точки зрения. Вот у нас силовые структуры потребляют, по-моему, треть расходной части бюджета. Столько силовиков у нас не было никогда, вот по сравнению с Советским Союзом. Значит, у нас есть машины-каратели, у нас есть ОМОН, а безопасности больше не стало. То есть мы платим деньги, а продукт мы не получаем. Не будет, потому что основная задача это все-таки подавлять инакомыслие, в принципе, любое инакомыслие. Ну, вот у тебя бывает демушкин. Если ты думаешь, что со всеми его идеями, я согласен, да ничего подобного, но я искренне считаю, что, например, националисты должны присутствовать в парламенте, то есть в Государственной Думе. Должны присутствовать крайне левые, крайне правые должны присутствовать. То есть должно быть как минимум 8-10 партий. Может быть, даже должна быть присутствовать партия World of Tanks. Если вы ее выберете, еще раз говорю, фрики не фрики, милые мои хорошие, это и есть управление обществом. В первый раз выберутся фрики, условно говоря, от World of Tanks, например, а потом окажется, что вы их на следующих выборах выметите, потому что от них не будет никакой пользы. Именно для этого нужна частая сменяемость, для этого нужны именно 4 года отсиделы, что называется. Вы знаете мои позиции, я вообще считаю, что все государственные, что выборные органы не должны получать дохода, то есть ни муниципальные служащие, ни сенатор, ни, соответственно, Государственная Дума не должны получать доходы. Как это было, кстати, при советской власти. Потому что мой дед, как муниципальный депутат, был начальником Ленинградского узла связи, а после работы принимал страждущих. Это была нагрузка, общественная нагрузка. У меня до сих пор было то, что называется, документы лежат. Ни один год, это была общественная нагрузка. Слушай, раз уж ты вспомнил о Соединенных Государствах Америки, коллегии выборщиков и усилий, благополучно, как говорится, все разрешилось для просмотров в Ютубе, 306 выборщиков проголосовали за Джозефа Байдена, понятно. Владимир Владимирович поздравил Джо Байдена с победой. Процедура работает. К 21 числу, как и говорил ранее, все будет официально, условно закончено. Это не означает, что не будет марши протестов, многомиллионных выхождения в Соединенные Штаты, что какие-нибудь звезды экрана, что-нибудь там... Республиканцы должны зафиксировать то, что они остаются на политической поляне, исход выборов. Он должен обязательно отработать всю эту историю, он должен активно сказать, что там Джо Байден не прав, там, там, там. Он должен принять участие в каких-нибудь митингах обязательно, да. Они должны уйти в оппозицию официально, то есть должна быть очень четкая нота поставлена, что мы не ушли. Мы не оставили, мы проиграли бой, но не проиграли войну. Что касается нашей Российской Федерации, в ближайшие полгода чего ждать именно от такого исхода, уже можно об этом говорить определенно, американских выборов? Вот простым людям? Но америкосы будут заниматься своими проблемами, наши будут, как обычно, всякие поползновения шестых сенаторов 38-го штата вытаскивать на публичную поляну и объяснять, что благодаря каким-нибудь негативным явлениям в Америке именно поэтому происходит та задница, которая происходит и будет происходить в Российской Федерации. В этом смысле, с точки зрения информационной позиции, нет, поменяется ничего. Штатам нужно реально заниматься, то есть они будут заниматься, и Байден будет. Потому что я вот пишу, знаешь, подкасты по Украине, периодически мне еще обращаются наши сопредельные государства. Знаешь, это очень смешно, правда, когда, ну я со всеми там поддерживаю великолепные отношения, со всеми СМИ, там, YouTube-каналами, когда, знаешь, задают вопрос, а как вы считаете, как изменится отношение Байдена и политика его по отношению, например, к Украине, там, Латвии, Эстонии, там, Казахстану? Будут ли какие-то там санкции или, наоборот, поддержка, там, оппозиции или провластных структур? Я вот просто, поскольку у меня это все коллективно в голову вкладывается, я каждый раз говорю, слушайте, Джо Байден, честно говоря, порвет жопу на британский флаг, если он будет заниматься каждой какой-то мелкой региональной державой, которая есть... Слушай, а я вот боялся это вслух сказать, ну, поскольку ты меня сам практически сейчас вот в данный момент спровоцировал, вот у меня ощущение, я, конечно, не политолог, там, упаси боже, и вообще не аналитик, и не эксперт, но мне кажется, вот на мой непросвещенный взгляд, что Соединенные Штаты стоят перед столь серьезными внутренними проблемами и вызовами, что им будет просто ни до кого. То есть вот Байден, Трамп, это такие, знаешь, актеры на политической сцене, они, как сказал Владимир Пастухов, отбрасывают длинные багровые тени на бэкграунд всего того, что происходит, и за сцены там серьезнейшие проблемы, то есть просто практически... Там первое, это смена элит, возрастных элит на более молодых, второе, это... Экономика. Экономика, ну, на самом деле, сначала экономика и смена элит, это прямо одно в другом. Это, в общем, серьезное усиление Китая, с которым нужно как-то разыгрывать торговые войны. Торговые войны, кстати, подчеркнует абсолютная норма в политике и в экономике, поэтому им нужно определять новую позицию в мире. Потому что Штаты — это страна, то есть есть несколько буквально, есть Евросоюз, есть Штаты и Китай. Это всего лишь три игрока в мировом пространстве. Евросоюз — это такая объединенная история, когда тяжело договариваться, а Китай и Штаты, условно говоря, монолитные. Мы в этой игре, извините, нас там на карте не видно. Просто по ВВП. У меня вот такие же ощущения, абсолютно. Штаты — 22, там, условно говоря, Китай — 18, Объединенная Европа — 24. От того, что она 24 по сравнению с Штатой, вы объединенные. И мы, как это, знаешь, мы как эта мелкая сошка бегаем. А вот мы тут тоже есть, мы можем сейчас вас бомбой тряхнуть. Да можете вы, конечно, бомбой тряхнуть. И вот на вас смотрят, думают, господи. Вот мы сейчас троллей нагоним. И, конечно, я просто не закончил, может быть, мысль. Вся система безопасности включается. Да, включают превентивные меры. YouTube во всем мире, кроме России, это развлекательный канал. Развлекательный. Что? И попки — это, наверное, норма. А у нас очень много политоты, много аналитики. То есть мы бы, если бы работали где-то в Штатах, я потому что много лет думал писать, в том числе и аналитику на английском. И вот поскольку меня в публичное пространство втравил не кто-нибудь, а Саша Герасимов, который сейчас работает как раз в Соединенных Штатах и пишет подкасты на «Голос Америки. Оно вам надо». Я ему благодарен за это безобразие, которое он сделал когда-то. Ну, я понимаю, что я у него периодически в программе принимаю участие. Я понимаю, что уровень аналитики, тот, который я даю для российских граждан, даже для русскоязычных американцев, он не нужен. Ну, то есть все, что я говорю, было бы сказано, мальчик, ты с кем-то сейчас разговариваешь. Потому что наша аудитория, она не очень многочисленная, но именно аналитическая, она куда более вдумчивая, чем штатовская. Мне бы пришлось бы там переходить на куда более, ну, такие развлекательные темы. Аудитория, да, у тебя вдумчивая. Я это вижу из графиков просмотров и из времени удержания. То есть люди пересматривают по несколько раз. Это вот если зайти в студию, это все видно и на поверхности. Я, знаешь, про Байдена, Соединенные Государства Америки, хотел бы уточнить последнюю деталь к нашим пасконным сермяжным проблемам. Вот то, что у них своих проблем хватает, ведь не означает, что их бюрократия не будет спокойно, планово и, значит, целенаправленно заниматься тем, что им не нравится в отношении России. Вот, в частности, баржа Фортуна начала достраивать Северный поток-2 в немецкой зоне, 2,6 километра. Весь вопрос, а что с датским участком? Да, у Фортуны есть разрешение на работы в датских водах, но, что касается сертификации и страховки работ, это попало под американские санкции. И в этом плане нет ведь никаких сомнений, что они будут дожимать, да, то есть, вот, понятно, да, у нас своих проблем хватает, но Северный поток-2 мы не ходим. Мы считаем, что это против интересов Соединенных Штатах в Европе, поэтому здесь никакого лайт-режима включено не будет. Правильно я понимаю, Дмитрий Валич? Ты правильно понимаешь, ключевой вопрос, ну, это опять-таки тоже, для чего это делается? Ведь мы регулярно, там, с Михаилом Крутихиным у меня в эфирах, я стараюсь сейчас не дергать, обсуждаем, а трубы-то эти все, ну, нафига. Ну, то есть, не хватает труб физически, нет некуда через что загнать наш газ с нефть, да нет, ребята, трубы прокладываются для того, чтобы проложить трубы. Поэтому Северный поток с точки зрения технологий, вот он не экстраординарный. Мы же хотели, мы трубами все время пытаемся, якобы, это публичная позиция, а не моя абсолютно. Моя позиция принципиально другая, я ее сейчас выскажу. Значит, что мы пытаемся кого-то наказать в публичном пространстве, мы это выдаем в эманации. Моя позиция такова, трубы прокладываются для того, чтобы проложить трубы. А если под ним просто будут ходить гастарбайтеры или поезда, или будут сороконожки, то это никого особо не волнует. Потому что никакой экономической целесообразности, прямой в том числе и в Северном потоке, уже сейчас не существует. Потому что на сегодняшний день, при третьем энергетическом переходе, при, соответственно, о том, как унированным следом, если кто не знает, есть такая еще позиция. Бессмысленно, надо прокладываться трубы для того, чтобы у Ротенбергов все было хорошо. Дай ему Бог здоровья, долгих лет жизни, но почему я должен за это платить? Может быть, хотя бы, знаешь, можно будет поэденскую визию. Связь у нас чуть-чуть подгуляла. Сейчас мы вернемся в нормальную зеленую зону и продолжим. Я-то тебя слышу великолепно. Вот, все кажется хорошо. Значит, тогда к мелким нашим проблемам. В Подмосковье ввели новую норму. Посещение кафе и ресторанов на новогодних корпоративах разрешено только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Дмитрий Валерьевич, вот Сергей Переслегин великолепно пошутил на тему короны. Но он периодически по этой теме проходится. Вот, кстати, в свете 128-й части 1-й я бы ему посоветовал бы чуть-чуть не так фонтанировать остроумием. Но он сказал бы, что если бы дело происходило во времена Советского Союза, то по поводу короны вопрос бы ограничился статьей в Известиях о том, что западная система здравоохранения очередной раз провалилась. И все. А здесь бы этого просто не заметили. Вот скажи, пожалуйста, вот если ты не понимаешь, что реально делать, надо вот с точки зрения нашей бюрократии, надо что-то обязательно запретить или зарегулировать? Да, конечно. Других подходов нет, да? Нет. Ну, потому что нужно как-то реагировать. Нужно обязательно какой-нибудь тест. Какой тест? Что он дает? Ну, то есть я сдавал несколько раз тест. Значит, если кто не знает, это берут из носоглотки. Ну, такой нетравматичный, но неприятный. И из горла, то есть ПЦР. Сейчас появились новые тесты. Если кто смотрел на Эхо Москвы, у меня есть новые тесты, которые там быстрее определяют нужны антитела. Соответственно, к коронавирусу. Ну, вот у меня там не было. Какое-то время назад, поскольку я регулярно прохожу эти тесты, нет, соответственно, коронавируса. Но после изъятия, взятия пробы, вы в эти же сутки можете заразиться коронавирусом. Вы можете получить, что у вас нет никаких на сегодняшний день заражений, но быть уже носителем. То есть это показывает всего лишь, что на момент взятия пробы у вас нет коронавируса. Но не показывает, что вы не заразились ровно через пять минут вот тот же левый врач, который у вас брал. Поэтому можно, можно постоянно тестироваться. Задача тестов, она другая. Задача заблаговременная, чтобы гражданин мог, можно было спланировать систему здравоохранения. Ведь вообще основная логика, чтобы количество заболевших соответствовало. То есть вот эти вещи, чтобы система здравоохранения могла поглотить. Чтобы она была всегда чуть-чуть больше. То есть вот оно растет, падает, растет, падает. И система здравоохранения чуть-чуть, вот она вот как трубы в сантехнике. Вот основная функция. А задача как раз чиновника не обрезать ее, не заужать, чтобы потом вот это не могло сюда залезть. Тогда все выступает военный протокол, когда те, кто должен умереть, умирают. И у нас умирают те, кто должны умереть. Мы идем, по сути дела, по военному протоколу. Нет, ну ты же понимаешь. Плюс ко всему мы идем, что сопутствующие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые, они никуда не делись. От них идет смертный. Никуда не делись заболеваемость от диабета. Раковая заболеваемость, которая вместо того, чтобы активно работать на предотвращение... Туберкулез, ВИЧ, никуда же это не делось. Там никуда же никуда не делось. То есть у нас, попросту говоря, количество заболевших увеличилось, а систему заболевания, по сути дела, коллапснул. Все. Слушай, кстати, вот... Потому что ее резали. Под нашим прошлым выпуском был комментарий, который я, по-моему, на какое-то время закрепил сверху. Человек довольно вежливо к нам с тобой обратился и сказал о том, что вот вы там так высказываетесь по теме ковида так вот, мол, так критично. А вот у меня умерли родственники, там знакомые переболели. Вот я человеку ответил в том смысле, по-моему, Светлана ее звали. Светлана, а почему, то есть соболезнение вашим умершим, там выздоровление вашим заболевшим, но скажите, пожалуйста, почему ваша скорбь не распространяется на людей, которые, не получив помощь, вовремя, так сказать, умерли от инфаркта или от онкологии. И этих случаев, то есть вот сейчас, как показывает предварительный анализ профессора Гундарова, их просто на порядке больше. Почему сейчас вот именно это, это, значит, заболевание так вот, так вознесено на пьедестал? Мне, например, как и было непонятно, так и до сих пор непонятно. Нет, но оно так и есть, потому что какая разница от чего человеку? Смерть человека – это вообще фатальная история, которая прямо вот, и, ну, я говорю, я вот молюсь на своих папу-маму. Они очень возрастные, и поскольку там, у мамы был юбилей 2 декабря 75 лет. Она еще бодрая, весела, и слава богу, дай бог ей здоровье. Но они очень возрастные, и когда у папы там есть, и у мамы заболевание, и я каждый раз вот какими-то путями должен вынужден возить их в больницу на какие-то анализы, потому что их просто тупо не принимают. То есть от того, что, знаете, мы ему, там, не дай бог же, кто-то из моих родственников умрет не от короны, а от каких-то там сопутствующих заболеваний, просто потому что вовремя не дообследованы, вовремя не произведены анализы, вовремя не произведены какие-то мелкие медицинские манипуляции, потому что все брошено. Демушкин мне рассказывал, что он возил родственницы свою в поликлинику в район, но именно в свою, он житель района Братеева, и сказал, что видел там пенсионера, которого от футболивали из регистратуры, значит, с текстом, что на этот анализ мы вас не можем направить, значит, вот чуть-чуть попозже приходите на следующей неделе. На что дедушка сказал, дочке, я уже 4 месяца хожу. Ну, ты представляешь? Ну, то есть это просто, это вот зарисовка из нашей жизни. Эту зарисовку я тоже воспроизводил в эфире. Отцу нужно было что-то с щитовидкой сделать. Это была, наверное, середина, там, начала локдауна. Ему нужно было только какой-то анализ еще взять. Я такими путями делал этот анализ, он может быть проходной, но это очень важный был анализ для его, там, заболевания. Это было, это правда, реально, то есть я, а если нет меня, они не очень хорошо двигаются, потому что, ну, возраст, а у них нету таких связей, они не умеют пользоваться средствами коммуникации. Ну, просто, ну, получили бы труп и все. Будем надеяться, что ситуация нормализуется, тем более, что, как мы с тобой и говорили 10 дней назад, мы вышли на плато, сейчас это уже заметили и все остальные. Это хорошо, что мы такие, знаешь, видишь, опережаем повестку. Слушай, как тебе... Мы просто умеем чуть-чуть считать. Ну, да, да, статистику смотрим. Как тебе рейды по питерским кафе 9 числа? Не могу тебя не спросить. С ОМОНом там... Я считаю, что это недостойно, недостойно надо было расстреливать сразу. Просто надо было приходить, и как, соответственно, в книге Рэя Брэдбери просто сжигать. Не надо полумер, пожалуйста. Слушай, тут есть, на самом деле, мне кажется, системная проблема. Ты меня можешь обвинить в конспирологии, но мне показалось, что вот люди же, как, вот эти вот рестораторы, карта сопротивления, это ведь... Я тебе сейчас перекинул мостик на отравление Алексея Анатольевича Навального. Это системная проблема. Кремль не отдавал таких приказов, но весь мидл-менеджмент, назовем так, все у нас эти... структуры в погонах, он привык только отнимать, делить и бить. Все. У него другой заточки нет. У него нет функции служить и защищать, как написано на машинах в Соединенных Штатах. Ну ладно, тогда, ну хорошо, там, допустим, мидл этот распоясался. Давай обратим внимание. Он распоясался, он ведет себя так, как ему позволяет вести высшее руководство. Высшее руководство тоже демонстрирует во все, ну, то публичные сферы, а именно сферы международного бизнеса, тоже агрессивно, ну, абсолютно необоснованно агрессивную политику именно в публичных эманациях, а не в действиях. Потому что, яркий пример, там, ну, извините, конфликт в Нагорном и Карабахе, да? Ну, очень сильная армия. Но вот в случае чего мы сольем любое братское или там небратское государство и все. Ну, у нас есть гиперзвуковая ракета, но мы ее никому не покажем. Так вот, смотри, мне показалось, что почему вот эта карта сопротивления, ну, питерскую, во всяком случае, власть так сильно напугала, потому что было продемонстрировано некое явление самоорганизации. Мне так показалось, что самоорганизация власть особенно сильно напугала, потому что граждане, самоорганизовавшись, они же поймут, что государство, это именно их самоорганизация, а не вовсе аппарат насилия, да? Который за твои же деньги к тебе прибегает, ломает, выносит тебе дверь, кладет посетителей кафе на пол и начинает их там, грубо говоря... Потому что государство, это сервисная функция, которая... Нет, функция насилия тоже присутствует, но я извиняюсь, не в таких гротесных формах. В данном случае, когда мы говорим о насилии, я пускал только единственную систему, которая нужна, это система правосудия. Все остальное, даже систему насилия, частные компании исполняют великолепно, просто на разговор. Прямо, то есть, для этого не нужно... Ты абсолютно прав, Михаил Делягин говорил мне, что по закону о полиции или о милиции, значит, действие любого сотрудника полиции является законным, если обратное не доказано в суде. А если суд, значит, если у нас судебная система такая, как она сейчас есть, то понятно, что действия любого сотрудника будут признаны законами. Поэтому, вот, давай завершим наш сегодняшний длинный, интересный эфир. Я-то, знаешь, что-то послушал Дмитрия Быкова на «Ехе Москвы», и мне что-то так грустно стало. Он, знаешь, о чем сказал, что вот современная Россия, мы об этом говорили в начале нашего разговора, это действительно страна без перспектив. У нее есть одна перспектива, по его мнению, бесконечно долго консервироваться, но минус этого сценария в том, что на определенной стадии этой консервации наступит бурное разложение. Вот как мы далеко сейчас от этой стадии бурного разложения или уже просто на пороге, как считаешь? Можешь оценить? Я считаю, что мы близки к серфстремингу. Если кто не знает, это такой серфстреминг, это такой продукт. Рекомендую как-нибудь его попробовать. Попробовать. Извините за это вталон. Да, вот. Вопрос же опять-таки к нам. Вопрос к нам, как гражданское общество. Какую Россию будущего мы хотим видеть? Вот эту Россию, которую регулярно я вижу при поездках по небольшим деревням, когда позиция что воля, что неволя, что для них, что Навальный, что Путин, что там еще кто. Ну, в такой позиции так оно все и будет. Мы в крепостном праве так и будем оставаться. Мы никуда из него не ушли. Крепостное право невозможно отменить. Его можно только из себя вынуть. А вот этого внимания, чем дальше в лес, тем толще партизаны, чем больше в глубинку, чем в люди. Это не вопрос образования, это вопрос внутренней культуры. дать себе разрешение быть свободным, это очень тяжело. К чему готовиться? Это вопрос месяцев, когда будет это пороговое состояние? У меня такое ощущение, что... изменения активные произойдут прямо... В 21-м году? Ну, потому что я считаю, что все-таки 21-22 год, это вот... это год перелома, но рассчитывать, что это прямо произойдет вот здесь и сейчас, нет. Потому что должен кто... Элит еще не нашли, ну, то есть они же... Это же все очень тонкая ткань, она прямо... Контр-элиты нет, она не сформировалась, да? Конечно. Надо... Надо... Это же они же... Я же говорю, задачи... Это будет такой взаимный процесс. Ослабевание Акеллы, будет возникать несколько лидеров, они будут, эти лидеры, между собой закусываться, кто-то будет присматривать за этими лидерами, и вот потом кто-то бросится на Акеллу. Акелла с ним сцепится, это потихо... А выиграет этих обоих, снесет следующий гиена, который встанет, и... поскольку той гиене первой, скорее всего, Акелла прокусит горло, он скажет, что мы сохраним Акелле там почетное звание почетного мокринейства, а гиена все равно станет первым. Алексей Навальный прообраз представителя контрэлиты, или он абсолютно интегрирован в старый политический класс? Алексей Навальный это один из важных элементов действующего пейзажа насчет интегрированного и неинтегрированного, скорее неинтегрированного. Он немножко стоит в сторонке, поскольку он не привлекаем никем из элит даже сейчас, даже для каких-то корпоративных разбор. Если ранее его зачастую структуру использовали часто для слива информации или каких-то внутрикорпоративных разборов, то последние месяцы, как не покажется странно, Алексею Анатольевичу нужно найти место в этом строю. Ну, потому что пока сейчас это просто пикировка, кто меня отравил. Ну, и дальше что? Ну, да, это сделали сотрудники ФСБ. Нужно возвращаться в какую-то активную политику, в активную позицию. сейчас, на мой взгляд, ну, дебютные идеи в маркетингу по плацдарму для этого не так много. Ты об этом говорил. Да, я уже много раз об этом говорил, что расследование сейчас никого цеплять не будет. Нужно выходить на какую-то новую границу. Заметьте, сейчас я перекину мостик на Валерию Витчусь Соловья. Он эту позицию пытается немножко отвоевать, и я не не исключаю, что к нему протянутся те, кто готовы к эксам, ну, то есть к каким-то акциям внешнего толка. Алексей Анатольевич эту позицию пока утратил. Ну, то есть должно, у активного политика должно быть существовать несколько наборов, именно несколько наборов различных родов деятельности. и внешние акции, митинги, прогулки, выпуск листовок и всего остального должно происходить абсолютно по какому-то сценарию. А пока дебютные идеи, ну, я понимаю, что он отравлен, ему надо восстанавливаться, ему нужно находить, но дебютные идеи пока я не вижу. Пока. Надеюсь, что Алексей Анатольевич найдет их. И ситуация выглядит подмороженной, потому что ограничения на публичные мероприятия сохраняются, они будут сохраняться, мне кажется, по крайней мере, в рамках этой политической системы как можно дольше они будут пролонгироваться и, в общем-то, это очевидно. Следовательно, публичная активность не очень-то возможна, если она в том или ином виде будет проявляться, значит, там будут репрессии, в общем-то, немногие к этому готовы. То есть, сейчас у нас такая будет тягомотная длительная стадия, да, вот это вот. потому что они реально, вот они, знаешь, как гиен ходит по кругу, акела ходит по кругу, все, козят друг на друга взглядом, да, понятно. Да, смотрит на, там, оценивают мышечный тонус, оценивают блеск глаза. вот это понимаешь насколько, да, поскольку, ну, с точки зрения позиции атаки время идет против акела, очень серьезный, ну, потому что возраст, возраст, внутренние болезни, и, ну, то есть, я это многократно говорил, что, ну, Владимир Владимирович, я в ней позавидую, ну, потому что время, время, то, что сносит любого из нас, а сейчас время и здоровье, здоровье не восстанавливается, хоть 300 раз, то какие бы клиники не были, ну, что бы там, что бы ты не делал. Да, да, тела, тела бренны. Друзья, тела бренна, да. Мы, хочу вам сказать, сидим в портере вот этого политического театра, события на политической сцене будут разворачиваться на наших глазах, мы с Дмитрием Валерьевичем будем как-то по мере силы возможностей находить время. Спасибо тебе еще раз, что бываешь на главтеме и все так подробно разбираешь. Будем вам как-то помогать в этом ориентироваться в меру скромных сил и возможностей. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам за комментарии к прошлому видео. Их было много и они были гораздо более позитивными, чем обычно. Это значит, мы, как бы, работа не уходит в песок, Дмитрий Валерьевич. Это точно. Нет, ну я тебе могу сказать, что даже давайте перепосты и перепечатки, которые есть. Слушай, я нашел пяток перепечаток нашего последнего эфира. Это так приятно. Нормально. Никаких претензий к ребятам. Молодцы. Да, делайте это дело, вырезайте эфиры. Никаких проблем по авторской. Я только пропагандирую это. ну там, разбирайтесь сами с ютубами и всякими платформами. Но с нашей стороны не будет никаких претензий. В этом смысле нет. Мы наоборот только пропагандируем только за. Друзья, ну что, оставайтесь здоровы, заботитесь о своих старших родственниках. Спасибо, что были с нами. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok